здорово пацаны сегодня 14 февраля офигенная погода и мы решили выбраться в лес пожарить какие-то там куриные ножки из магазин магазина пятерочка ну то есть это видео из разряда которые советуют нам снимать на ю тубе дабы получить много лайков и хороших отзывов до слава да в рекомендациях мы прочитали что это надо делать обязательно дабы поднять рейтинг канала пока что нас только двое и как бы слав сегодня что день там чего слава говорит что сегодня день всех влюбленных влюбленных в природу людей я здесь пока не вижу а влюбленных в шашлыки двое я и слава боцман как-то так вот мы уже разожгли костер снега очень много по колено мы здесь закарались протаптывать все вчера да пока тут понапротаптывали все уморились спотели ни одного следа не видно ни медвежьего и беличева не заячьего ничего нет одни мы тут понатоптали какие-то галереи в снегу у нас даже зеркало есть стульчик все дела ждем инокентия самогонкина из группы шляпа band а еще я не знаю как кто но вот слава говорит что я вот пока сюда в лес пробирался он смотрел телевидение да неважно кто там смотрел но вроде как по телевизору сказали что у нас на завтра война типа того что то ли мы на украину нападаем то ли украина на нас и байден сказал что тоже нападает вместе с украиной так что вот я даже и не знаю верить в это или нет какая-то война тут мы тут шашлыки вроде собрались жарить может пора уже бежать в магазин за солью и спичками и за гречкой даже не знаю вот ну ладно пусть этот день хоть у нас останется в памяти как хороший добрый день ну вот у нас пришел ликентий самогонкин как всегда потерял лес по сугробам блин мы уже привыкли он постоянно так делать ему сколько не объясняет все равно приходит откуда непонятно чтобы делать это видимо такая судьба такая судьба значит у вас что вот помидоры отлично там рюкзак вот человек собрался в лес вот сосиски полагается сосисочки из кб все отлично что там соус ристория вот соус ристория все серьезно да слава ну наконец-то твой звездный час показывай у меня есть вот вот эта вот вещь очень любит всяким а тулы про тулы вот и уходит в лес строго без ничего без рюкзаков так он берет эту штуку вилочка маленько грязь это комбайн все же комбайн штопор штопор вот смотри еще открывалочка есть а тут с этой стороны ножичка надо открыть ложка вилка штопор нож может восхитительно а еще смотри прикол а сейчас раз вот так хоп вот получается есть вас и сколько же слав стоит столь занятная вещица не помню 3 310 320 рублей то есть это ценовая категория бюджетная да за 300 рублей можете еще такие смотри на пушку вилку шире стопор открывалку и ложки вот на выживальщики да вот обратите внимание на вот эту штуку выживальщику это обязательно пригодится да 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 вот разменский повесил на ручок и на ключи и потеряла не исключают до костер у нас жидковатый конечно дрова сейчас из-под снега выкапывать очень тяжело вот и ваша очередь пришла и на кисть много дров за дело смотрите какой эффект ну все это самогон слова это нефть говорит божица нефть вещь ну вот ребята вот это курица куриные ноги это ноги куриные мы их мариновали всю ночь и вот теперь мы нанизали на шампурчики и жарим горчичный соус да а у нас маринад значит был такой как там говорят надо всем сначала сказать какой был маринад марина значит был такой майонез горчица горчица была махеевская дорогущая с нас потребовали это какую-то там карту магазина пятерочки у нас и не было нам продали попалки а также добавить кетчуп до кетчуп был простой не шашлычной а еще добавил я туда соевого соуса классического все это всегда теперь это будет ураган слава будет вещь вещь будет вещь вещь будет вещь что-то вещь пипси колычек зеркала на болтовой да вот прошлый раз мы делали шашлыки мута и омарин а помнишь прошлый раз там вот такой здоровенный кусок а он не прожарил сверху прожарился мне не особо переживает белорусский даже селедку не есть типа это рыба сырая а я ничего я могу и мясо если кровати поговорим о ваших гастрономических пристрастиях слава вы какое блюдо больше любите всего на свете селедку и не вообще до ледку и даже под шубой и под шубой тоже врешь на новый год то есть я делаю не селедка под шубой а шпроты под шубой да вот это вкуснее получается намного чем не хрена но это ты человек не пьющий понимаешь поэтому ты не ешь селедку под шубой а вот если бы ты увидел как это вот это вот стопочку хоп ну селедочка под шубой тоже ну я на торт этого стор я сам вкус селедки терпеть не могу ты не сказал какой у тебя блюдо самое любимое ты скажешь так самое нелюбимое понятно ну наверно вот этот вот шашлык вещь скорее всего это слава любимое блюдо что он себе же какое самое сметаной блять ну это дурак нет туда слава выехал мой секрет твое любимое блюдо селедка со сметаной да блин а что это за блюдо такой селедка со сметаной селедочку нарезаешь меленько и вот ломтик макаешь сметану и так кто-то научил такое впечатление что какой-то мудак из нигерии да ну не но это еще наверно стихами может бабка я не помню даже бабка ну когда знаешь советское время нас такая соленая все селедка была в рот не взять вот наше мнение соленая было ее сметану так знаешь вы маки и она знаешь вот как это ее можно и не принципиально но уже вкусовые пристрастия то ты знаешь вот как открыть банку селедки без ножа в банках уже нет ну вот допустим хочется те селедочки как вот ее открыть банку без ножа летом хрен с ним банку без ножа летом да я не знаю ничего не приходит на ум не только это армейская бляха можно открыть базармейской бляхи это дай не знаю а ты слова знаешь как я селедку не ем поэтому не знаю на тушенку хрен с ним знаешь как открыть консервную банку без не знаю не знаю это правда способ долгий но он дает определенный результат лично я об камешек об камешек бетон у нас есть для вас небольшая новость у нас инакентий самогонкин фронтмен группы шляпа бэнд записывать сейчас свой второй альбом первый альбом как назывался яблоки первый альбом назывался яблоки рабочие на зоне второго альбома какое это еще еще пока процессе такой анти все или еще круче анти все и еще покруче ну а что вы можете сказать вот о вашем будущем альбоме какие песни в него войдут приблизительно хотя бы там ознакомьте нас там будет смешанная такая структура там частично новые песни частично старые некоторые совместно там с андреем придумываем а кто такой андрей 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 диджей парикмахер андрей крашен андрей крашен диджей парикмахер стример поддержка там и прочее 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 и вы значит вот типа пишите с ним альбом да ну там еще в тик токе всякое есть еще какой-то канал в тик токе но у меня из нас еще его не видел я сам не знаю как тик ток заходил с этим очень плохо знаком так я просто в создании принимаю участие а как там техническая часть происходит весь не будут в акустике или в электричестве ну это будет в электричестве это будет электронные альбомы а а почему вы не зовете вот собой вячеслава он же у вас там на маракасах делает я скажу честно вячеслава я звал много раз вячеслав почему вы не только единожды а ты бы был один раз слова все таки был его вытянуть очень очень сложно у него все время там какие-то проблемы слова вот перед подписчиками пообещайте что вы сделаете там щи 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 и обязательно я хочу тебе вот посоветовать чтоб ты славину песню исполнил с юга дуют кожаные ветра вот у него есть песня такая да слава там про кожаные ветра это просто строка ну пока строка будет дальше и я советую тебе также назвать альбом кожаная кожа вот рабочее название кожаный этим очень неплохо неплохо нам мне нравится отлично отлично ну наконец настал тот час они вот я здесь я вижу вот эти вот я думаю на а вот эти сырые хиблия ну вот ребята мы пожарили чьи-то ноги чьи-то славные ноги страусины но без копыт явно не свинные и без когтей страусины страусины шизострался это маленькие детеныши тоже должны быть когти это не белящий как прошлый раз не вряд ли ну такая пацаны давайте уже я долго здесь мерзнуть буду я уже подохерел все начать пять минут и все и что все и вилы будут они угли больше стоит с тарелкой как в столовке еще пять минут я нуждаю вот топор вот у нас вот помидоры различные меха имеются в наличии вот эти вот вот день святого валентина вячеслав ноги давай топором может ноги о эти славные ноги на дожаривание кеша покажи вот какие нам славные меха подарили местные жители дары охану о песец хороший мест вот это мех а вот это ноги вот что это за зверь был угадайте правильные ответы маленький медведь маленькая леса или молодой дермантин да и молодой дермантин а это из пятерочки их ноги из пятерочки ноги пятерочника ноги отличник но начинайте хавать господа режет просто вещь какой-то соус история история чесночный а соли нету зачем тебе соль есть соус чесночный ну что там кеша что-то что дарри говори а лично феерично переч на феерично ну вот друзья первая порция ног пятерочника съедена как бы и мы готовим второй замес нифига не наелись и какие-то они обезжиренные все и соусы даже не помогают но могу сказать мы здесь находимся сейчас у дня а сейчас уже половина пятого и мы как бы не замерзли на улице температура минус 3 и нам вроде бы как бы нормально вот чуть-чуть только начали подмерзать надо костер да вот костер уже совсем у нас затух что то тут сейчас мы пока ели он погас я разведел а вот смотри какой-то череп вот здесь какие-то эти аборигены там что не салют алиут же это ли узкий череп я так понимаю какой-то да череп это похоже на сауровцы быка это за ее это его ноги что так вот чем вся фича но это вот того мужика кто это не понятно овцы быка минотавр короче минотавр кентавр главы что кеша скажете ли стоит ходить зимой конечно ты не замерз родной нет но все хорошо да нормально нормально ну вот пошла третья партия шашлыка такие горят делами а что надо где они горят и к нам присоединился выислав валерий здорово вот он есть много пятиклассника это называется нога отличника потому что она куплена в пятерочке хорошо что это нога пятерочника ну скажи какой-то ты людоед блин ну да муж эту тему обсудить здесь как вам вообще наградников ем нормально работает до слова хорошо ее подкоптил ты знаком с кулинарии какие-то трава такие плохие вот и я ему же напоминал поешь надо в деревне были была закопченная какая-то там сосиска черного цвета как то так как ты считаешь надо ходить зимой в лес лес надо ходить всегда когда есть возможность вот люди ходите в лес особенно если вы живете на море то в лес для вас будет в диковинку так что это правда но как много и не стоит покупать там фастфуды всякие лучше прийти в лес и вот на таком костре зажарить это все дело и тогда вы сразу ощутите дух первобытного человека не можешь big mac купить конечно и что ну на шампур насадить и пожарить здесь подогреть но это же не то а это дичь мы втираем какой-то дичь вот так то ну ладно всех какой там праздник сегодня слава сегодня день казни чикатило да вот это да самый офигенный